доброго времени суток друзья сегодняшнем видео хочу еще раз попробовать ознакомиться с новым для меня проектом а именно red edge rp на базе gta 5 у проекта red edge есть три сервера white black и red я выбрал один и вот зашел на него и вот уже с первых минут мне нравится как это выглядит нас встречает приятное меню выбора и настройки персонажа в прошлом проекте на котором я побывал такого не было там выпадал персонаж рандомно здесь же вот все выполнено в стиле gta 5 ну в общем то чего ждать gta 5 она есть gta 5 выглядит симпатично добротно ну и сразу же надо отметить что пунктов настройки персонажа тоже очень большое количество выбрать нос глаза брови подбородок губы тут ну настройки позволяет по моему сделать любого персонажа на любой вкус я не специалист это всего лишь второй проект на который захожу на базе gta 5 ну вот не знаю везде ли так сделано вот на прошлом проекте такого не было это вот это радует что здесь есть такое ну и вот я появился скорее всего что здесь появляются все кто прибывает и нас встречает такая менюшка менюшка не просто она знакомительная и разъяснительная здесь объясняется что нам надо сделать на первых шагах куда пойти кому обратиться также рассказано все о как о тех видах работы которые здесь есть ну и вообще очень много всякой информации для новичка очень полезный табличка действительно очень информативная но исследуя пункту 1 этой таблички нам надо подняться наверх и поговорить с некой женщиной но здесь нас встретит еще одна которая перенаправит нас к той первая женщина стоит вот здесь и вот тут мне не очень нравится как выполнены диалоги текст написан серым цветом и видите он сливается очень сложно читать приходится крутить и ловить момент но в свою очередь эта женщина отправляет нас вверх к следующей женщины которая должна сидеть там возле дома таким вот нехитрым способом разработчик пытается принудить нас пройти некий туториал по взаимодействию механик с npc это действительно не будет лишним потому как клавиши взаимодействия и управления во всех играх разные его сейчас первый момент который можно продинамить тетенька сидит вот там ее очень плохо видно но надо не пройти мимо нее потому что она как бы следующий ключевой момент ну естественно бежим к ней клавиши е вступаем с ней в диалог она нам дает задание пойти наковырять там по моему две тыквы все задания сразу же подсвечиваются если вы на транспорте то автоматически прокладывается туда маршрут но здесь маршрут прокладывать не надо мы просто заходим за дом наковыриваем здесь нужные нам две тыквы клавиши взаимодействие все та же самое и но вот только найти этот триггер где сработает и на самом деле не совсем просто надо пройтись по грядке поискать ну и возвращаемся к тетеньке отдаем ей ее тыквы при этом выбирать ничего не из портфеля ни откуда не надо это все происходит автоматически просто опять вступаем в диалог она забирает тыквы и отправляет нас дальше уже на следующий этап а следующий шаг надо добежать до некого дяденьки и помочь ему и вот тут те ребятки первый раз обосрался как видите стоят велосипеды но здесь транспорт весь только арендуется ну я естественно зажал денежков жалко же денег немного бегать много приходится я подумал что можно забрать другой велосипед но они все только арендуются сумма-то аренды как видите высвечивается но только не особо понятно это что это сумма в час в день как она но непонятно я чем думал побегу я но естественно я принял самое неверное решение и да вот от этой тетеньки до того денег то есть до следующего шага по инструкции бежать то действительно недалеко но я не учел что со мной может быть дороге что-то случится ну естественно так и случилось я упал его покатила кубарем короче катился катился и в результате умер вызывать скорую я не стал нажал умереть и после уточнулся здесь но я вам скажу антуражно сделано очень антуражно особенно после островов армы здесь просто жесть играю саму стоковую биташку до синглплеер я что-то не помню вот такого медицинского центра откуда он здесь взялся да сами сделали тут непонятными я не видел на самом деле в игре вот этого этот медицинский центр вообще не маленький здесь стоят боты как бы ну нет работники и они все-таки анимированы стоит такая атмосферная гробовая тишина и только потрескивание ламп дневного света ну замечательно мне так вообще понравилось только так как я попал сюда не своими ногами пришел видимо ну говоря языком рп меня сюда привезли я начал обследовать место палаты они как это делают обычно с от входа посмотрела только одного медика который выводит татуировки но здесь еще какая-то миссии стричка стоит там еще в углу стоял человек видимо тоже сюда телепортировался но и просто сейчас стоит фкшит кругом просто куча всяких триггеров взаимодействия но вот нужный триггер я нашел только в самом конце оказывается чтобы полечиться надо подойти туда в регистратуру встать в этот круг и взаимодействовать все дальше автоматически начинаешь лечиться но на самом деле надо сказать что лечишься очень долго там по-моему порядка трех минут идет процесс лечения пока ты не вылечишься тебя не выпустят только после того как ты вылечился вот можешь покинуть это здание и вот тут друзья начался второй этап моей беды связаны с принятым неправильно мною решением то есть не брать транспорт а бежать а посмотрите теперь сколько мне надо бежать это жесть вообще и что самое обидное винить то некого сам пожадничал не заплатил ну вот результат пожалуйста и действительно пришлось бежать потому что у меня нету не симки сим-карту еще куку позже куплю если я не пожадничал и купил велосипед арендовал вернее в телефоне есть функция телепортнуть его к себе видимо но так как я пожадничал блед беги бегом ну и пока я бегу хотелось бы сказать что с транспортом на этом проекте мне не очень нравится как сделано возможности приобрести свой транспорт тут практически нету весь транспорт арендуется а купить свой транспорт ты сможешь только тогда когда ты купишь дом у которого есть гараж бюджетного транспорта как это например видели на прошлом моем проекте которым побывал здесь нету здесь машина начинается от 15 тысяч ну а сколько стоит дом мы сейчас посмотрим мне надо только добежать до ближайшего поселка где продаются дома ну и следующая схожесть с прошлым проектом это неполноценная и плохо читаемая карта проблема все та же как и на прошлом проекте это куча добавленных иконок которые не подписаны но и так как я уже пробежал как на этот момент километра на 4 чтобы не было скучно я зашел в тату салон посмотреть изменили здесь что нибудь или нет или может быть стоковые тут стоят татуировки давайте посмотрим но татушки на самом деле я бы сказал ну достойно нарисовано очень достойно выглядит реалистично их главное огромное количество посмотрите те стоковые татушки я даже не встретил здесь все какие-то новые на шее на руках на спине где угодно единственное что мне здесь не понравилось это возможности крутить персонажа в правом нижнем углу видите есть такие ползунки вот они позволяют поднимать опускать крутить вправо влево персонажа но при этом он начинает очень сильно и резко дергаться вот как сейчас видите вот очень сильно резко дну остановить в нужный момент практически невозможно надо бы поднастроить наверное это дело вот видеть такими рывками но я думаю что плавность движения здесь все-таки можно отладить хотя эта механика насколько я могу понять добавленная такого стоковые гташки нету ну а вот стоимость домов но этот дом как видите купленный там написано а вот этот дом стоит 40 тысяч и он свободен давайте зайдем мне понравилось что здесь есть возможность посмотреть дом перед покупкой не помню что было такое на прошлом проекте но здесь пожалуйста мы заходим в дом дом конечно но свинарник такой вот так он стоит наверное это прямо что это 40 тысяч это наверное самая дешевая здесь цена он однокомнатный толкан и комната все больше в общем то ничего нету но сама возможность посмотреть перед покупкой замечательно сделано придумано ну и вот в конце концов я добежал до дяденьки и вот видите опять он стоит в кустах его на самом деле у ну не сразу заметишь я сначала побегал там по кустам и вот он дает нам следующее задание скажу сразу что все задания какие он дает они несложны но только я уже настолько набегался что устал действительно бегать нам надо включить вот этот насос опять от проблемы с включением триггера видите где он сработал насколько я могу понимать задумка автора чтобы я немножко поковырялся в этом электро щитке скорее всего так ну и ладно мы включили насос и возвращаемся к дяденьке который спрячется здесь запнем берем у него следующее задание всего и будет три насколько я помню да вам три задания опять видите вот текст очень сложно читать на серо-белом снегу серый текст точно но расплывчатый второе задание это пригнать ему трактор как видите уже стоит два трактора я пригнал сначала не тот трактор там в гараже будет стоять два трактора надо брать тот который уже заведенный но он стоит вдали я взял тот который ближе но он оказался не тот следующее непонятно куда его ставить вот видите этот трактор загнал неправильно оказывается надо вот сюда но это никак не обозначено вот все мы выполнить задание возвращаемся обратно к дяденьке получаем у него уже третье задание он тут тоже человек кстати приезжал не знаю зачем он уже и на машине тоже тоже задание что ли брал или может быть у него здесь какое-то свое задание было может быть почтовая доставка не знаю я постоял посмотрел он просто что-то постоял и ушел наверно у нее как это была своя там где следующая дяденька нас посылает купить для него не нам а для него сим-карту но видимо в этот момент мы покупаем ее и себе потому что я отдельно себе не покупал симку я купил по заданию этого дяденьки и по логике и по тексту я ему ее как бы принес но у меня после этого стал работать телефон ну естественно я как честно игрок и обзорщик все делаю так как было написано не знаю можно ли просто сразу же с места старта пойти сразу в мэрию минуя вот эти задания не знаю и вот у нас посылает еще на одно задание найти кошку, вот я честно скажу я не понял где она, я ее нашел здесь по звуку, она где-то здесь мяукала, я нажал е, она у меня появилась ну как бы задание выполнено, саму кошку я что-то так и не нашел зато вот к этому моменту я столько набегался это просто ребята жесть ну и все в общем то мы возвращаем кошку владельцу беседуем с ним и он нас отправляет в ближайшую точку где можно либо взять такси, либо арендовать скутер, по карте это не далеко, поэтому мы бежим туда сразу могу сказать, что такси взять не удастся вот они стоят, но для этого нужна лицензия таксиста поэтому я походил посмотрел но машинку брать нельзя можно взять только скутер здесь их здесь стоит 3 штуки ну они так наверное тут спамятся в этот раз я уже не стал жадничать взял скутер нафиг и поехал в город надо было найти мэрию но так как на карте мэрия обозначена маленьким-маленьким флажочком я ее искал весь день в задании написано посетить мэрию а в меню она написана как сити холл я не знал что мэрия называется сити холл поэтому искал мэрию ну на самом деле я ее так и не нашел за то время что я присутствую на этой карте мне на самом деле больше всего нравится чем не нравится но вот и тот момент что карта ну она не интуитивная ну как не интуитивная есть например куча иконок очень огромных но бесполезных для меня на данный момент а вот нужная мне иконка мэрии она такая блеклая непонятная я ее сначала даже не заметил ну и второе если вы в задании пишите посетите мэрию тогда и на карте поправьте ну либо наоборот пишите в задании посетите сити холл ну не все знают что сити холл и мэрия это одно и то же ну вот добравшись до города в поисках мэрии я побороздил просторы этого города ну город мы уже все знаем все же играли в GTA поэтому город не особо интересен а вот объекты какие здесь есть мне были интересны играя в GTA я не заходил в полицейский участок даже не знаю туда можно зайти или нет да и не знаю даже где он находится а здесь мне стало интересно что здесь такое скорее всего что полицейский участок здесь для полиции не знаю есть ли тут какие-то РП моменты по обращению сюда триггеры есть ну что они обозначают не знаю скорее всего надо состоять в полицейском подразделении тогда вот эти все триггеры будут для тебя задействованы ну а так в принципе антуражника стоит как видите МПС для чего эти все помещения я так и не понял ну прикольно прикольно машинки стоят полицейских я не видел ну вернее видел в городе но здесь я их не встретил следующей моей точкой остановки был естественно магазин транспорта посмотреть какие машинки что здесь есть это ну это очень интересно я на всех картах на всех проектах посещаю эти магазины это магазин не дешевый совсем не дешевый по-моему это тот самый магазин который в игре задействован ну вот посмотрите какие цены но это магазин не дешевый надо сказать что дешевого транспорта здесь ну вот я говорил здесь машинка самая дешевая 15 тысяч стоит это такая старая американская развалюха но еще немножко меня огорчило это не минус нет это просто немножко огорчило меня что нету отечественного транспорта здесь только импортная техника то есть машины мотоциклы все импортное наших моделей нету совсем совсем нету ну и вот я заехал посмотреть автошколу и вот тут такой небольшой косячок случился видите вот ну нет никакого запрета ставить здесь мотороллер то есть наоборот стоят бордюры вот эти вот я зашел на триггер естественно выбрал видите там есть категория B, C но естественно на C мне денег не хватает поэтому я выбрал категорию B денежки на это уже были мне показалось что будет надо да и видите где появляется машинка вот это надо разработчику поправить либо здесь запретить ставить свой транспорт потому что ну баг может случиться сам же процесс сдачи на права вообще на самом деле ну такой лайтовый он не напрягает тебя вот что я люблю в играх что когда ну не сильно тебя напрягают совсем лать то конечно тоже может не всегда хорошо но здесь нет никакой ну вас никто не подгоняет по времени вас никто не заставляет соблюдать там красный зеленый свет просто проедьте по триггерам ну наверное ну я просто не врезался наверное врезаться не надо но здесь нет никаких ни штрафных баллов ничего спокойно лайтовенько так на расслабоне прокатились по точкам все получили категорию путешествия обозревая РП острова РП проекты я много повидал есть и сдача экзамена и сдача по правилам и там ну разные очень много разных проектов есть этот очень легкий просто сел проехал не напрягаясь ну и мне вот очень не нравится вождение от первого лица как сделано в ГТАшке очень корявое вождение очень ну надо понимать что изначальная игра была сделана без этого это рок-стартцы потом добавили ну и вот конечная точка все мы получили права категории Б получил я эти права на самом то деле просто так я даже не знаю пригодятся они мне нужны они мне будут в первое время или не нужны по идее это наверное даже и не особо не нужны но попалась просто автошкола поэтому и получил права дальше я все-таки нашел мэрию нашел мэрию и нашел как там здесь устраиваться на работу на работу устраиваться надо через мэрию поэтому не все так просто но об этом обо всем я расскажу наверное в следующей серии покажу какая есть работа а пока всем пока увидимся в следующем видео видео Продолжение следует...